Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Чемпионат мира по футболу Нет ли внутри у тебя, как у всех нас Какого-то опустошения От того, чтобы был большой футбольный праздник И вот это все, болельщики Фестиваль и так далее Никольское, все остальные улицы В центре города И теперь это закончилось Грустновато немножко Честно говоря, нету Это неожиданный ответ Я, честно говоря, устал от этого всего Чемпионат мира был очень здорово Целый месяц, да, там и Никольское И все болельщики, и футбол Но месяца вполне достаточно То есть я, на самом деле Много где был, по всем городам То есть по матчам И я с удовольствием от него уже отдохнул Что, в принципе, и делаю Поэтому кончился я отлично Он был классный, кстати, чемпионат мира Там не только болельщики Но и футбол был классный В принципе, все было шикарно Но хорошо понемножку И он очень вовремя закончился Как раз уже все устали от Ну, устали от тусовок От всех движух И лично я Может быть, кому-то хочется Чтобы он все время шло это Но мне этого хватило Слушай, ну я думаю, что в своих словах Есть доля правды все-таки И большая, потому что Ну, действительно, это не может продолжаться Бесконечно Но в конце же концов Надо же работать Отдохнуть от всего И подготовиться уже К Евро через два года Потому что будет проходить не у нас И почему? У нас тоже будет В Питере будет А, в Питере, кстати, да-да-да Будет же матч Действительно, да Так что у нас еще все впереди Можем смотаться туда Через два года и посмотреть Ну, у кого есть там возможности, деньги И уехать подальше куда-нибудь еще Но все это уже в таком В далеком будущем будем говорить Давай, наверное, продолжим Футбольную тему Стартовал чемпионат России Внутренний чемпионат по футболу Что там, как? Стартовал, кстати, это первый сезон Когда стадионов уже практически старых не осталось Уже почти все клубы играют На новых чемпионатах Мировских аренах И новый логотип Типа вообще новая лига Теперь уже не РФПЛ А РПЛ И этот медвежонок Сейчас новый логотип Я этого чемпионата России Ждал с нетерпением Потому что, ну, действительно У нас такая 100 лига Похожа на европейскую У нас нет плохих полей У нас все классно стало И сезон должен быть интересный Очень много нового сейчас Новый Зенит Новый ЦСКА Обновленный Локомотив Спартак Все будет Все очень интересно началось На самом деле Ну, и вообще как-то Все это теперь на подъеме вдруг стало Ну, оно и раньше всегда было У России на подъеме В плане отношения к нему В плане болельщиков, фанатов и так далее Но теперь как бы все подкреплено Конкретными делами Да, мы прошли в одну четвертую И теперь в другое отношение Сейчас даже на матчах первой лиги На матчах, к примеру, ротора Или какого-нибудь команда Из Нижнего Новгорода 30 тысяч приходят на первую лигу Это все не будет длиться вечно Это вот сейчас как раз Именно подъем Пик подъема И пока он есть Нужно просто этого кайфовать Потому что Я уверен через несколько лет Ну, вернее, не уверен Я боюсь, что через несколько лет Такого не будет Опять будет какой-то упадок А пока вот мы находимся на подъеме Нужно именно что? Радоваться этому То есть вот был момент Когда в 2008 году Мы вышли в полуфинал Евро И после этого был матч с Азербайджаном Когда пришло 65 тысяч лужники На Азербайджан То есть это абсолютно невозможно Было представить еще недавно Тогда было возможно И сейчас возможно Пока что футбол на подъеме И это нужно просто ловить этот момент Слушай, а вот говорили же Ну, много попадут стадионов Которые отстроили во многих городах Совершенно новые Удивительные сооружения спортивные Они все используются сейчас В внутреннем чемпионате Нет, конечно Ну, в Саранске, по-моему Вообще, как команды особо никакой Ну, то есть она есть Но там я боюсь, что он будет простаивать В командах первой лиги Есть такая проблема Но, в принципе, я надеюсь Что они не будут пустовать Хотя, конечно, уверенности Что так не произойдет Такой нет абсолютно Но пока что По крайней мере, те команды Что играют в РПЛ Те стадионы, они сейчас работают И в Ростове И в... Ну, в общем, и в Питере Все вот это вот Все, что отстроилось Оно пока работает А как там оно будет дальше Я не знаю Ну, в любом случае Будем надеяться Что просто так это простаивать не будет Уж какое-нибудь применение Конечно найдут Друзья, на телерадиоканале Страна.ФМ Продолжается наша большая Спортивная программа Страна.ФМ Скоро к вам вернемся И продолжим Друзья, мы вернулись 10-10 в Москве Страна.ФМ На телерадиоканале Страна.ФМ Корреспондент из Дальского дома Спортэкспресс Михаил Потапов у нас в гостях Сегодня, Миша, еще раз Доброе утро Но мы начали о внутреннем чемпионате Который стартовал вот только-только Совсем несколько дней назад И мы начали Слушай, вот знаешь Какой вопрос неожиданный Чемпионат стартовал И, конечно, сейчас Вообще совсем рано Говорить об этом Но можно ли сейчас Говорить о том Что есть уже какие-то фавориты И можно кого-то наметить На чемпионский титул Ну, во-первых Говорить о фаворитах Можно, конечно Потому что ясно Что, к примеру Какой-нибудь Анжи Не фаворит То есть список Из тех, кто может выиграть Выделить можно до начала И эти команды Они все те же самые Спартак Зенит, Локомотив Зенит, Локомотив ЦСКА Даже ЦСКА Вот С другой стороны Как ты правильно сказал Делать ЛВД раны Не только сейчас А даже после 10 туров раны Потому что год назад Зенит называли чемпионом Уже со 100% уверенностью После там 5-7 туров Слушай, ну, кстати, да В начале Потому что у них и трансфер там бешеный Был, и денег огромное количество Влили в команду Ну, там была новая команда Которая выиграла первые 5 матчей И заняла там сразу Первое место с отрывом Вот И Разгромила Спартак Там 5-0 И где она закончила? На пятом месте И вообще просто провалила Полностью весь второй круг Поэтому Кто бы сейчас бы не выигрывал Туров первые 10 Это ни о чем не говорит Другое дело, что все равно Список один и тот же Не выиграет чемпионат России И кто-нибудь Не из этой пятерки Что мы назвали Да, я просто этого не представляю Просто денег у них нет Не хватит Слушай, а по поводу Зенита, кстати Вот мы с твоими коллегами Много раз об этом говорили С тобой еще нет Почему-то с Зенитом это случилось Ну все же более чем хорошо началось И уже вот 100% все были уверены На самом деле, что Зенит чемпион По двум причинам Первое Это то, что Я все-таки считаю Что Роберто Манчини Конечно, это Ну не совсем Не совсем тот тренер Который может делать команду Действительно хорошую Там за За быстрые За быстрые сроки За вжатые сроки То есть он стал чемпионом С Манчестер Сити Но там была такая команда Что просто Ну космический состав С тех пор он ничего нигде не выиграл Он провалился потом везде Вот Поэтому в Зените Я лично и не думал Что они там что-то особенное выиграют Плюс у них была новая команда Как-то на эмоциях Они выиграли 5 матчей Но состав у них был не сыгранный И в конце концов Этот раздра еще у них там Пошел в команде У них просто не было Костяка коллектива Это просто было Довольно-таки очевидно Это не могло Не сказаться плохо На дальней дистанции Что и произошло с ними В итоге в том сезоне Слушай, а скажи А если переходить все-таки К тренерской работе Вообще как ты считаешь Есть смысл приглашать Именитых звездных Скажем так Зарубежных тренеров Да? Ну на уровне сборных Будем разговаривать Да? И капеллы И хидинг И кто-то еще был Адвокат Адвокат конечно Да-да-да А потом вот в сборную Пришел Черчесов И вот вам пожалуйста Смысл есть Особенно когда мы говорим О хидинге То есть хидинг Когда его приглашали Были люди Которые были Очень сильно против этого Детская тренеровать Должен сборную Россиянин Который говорит по-русски Который всех игроков Знает лично И в этом был Какой-то смысл В этих аргументах Но все эти аргументы Просто они не растворились Умерли Когда сборная Вышла в полуфинал Если кого-то И звать Тренера из-за рубежа Он должен быть Действительно Качественный тренер Например капеллы Это тоже тренер класс Но он тренер клубный На уровне сборных Он ничего не показывал И это уже была Это уже был риск А хидинг Это именно специализируется На сборных Он И у него до этого Был полуфинал с Южной Кореей Был с Австралии Был огромный успех С Голландией И приглашая хидинга Мы знали Что мы берем тренера Который на уровне сборных Очень успешен был И вот если кого-то и звать То только вот таких как хидинг А так в принципе Даже не обязательно То есть если тренер свой Как Черчесов Или Слуцкий При всем том Вводился на евро Это был хороший тренер Он выиграл отбор в итоге Поэтому если есть свои тренеры То смысл взять кого-то За огромные деньги Я из пособия не вижу Миша давай прервемся Сейчас друзья Стране о спорте Там 2-3 минуточки У нас перерыв Кстати есть вопросы Для Михаила Не только по поводу футбола А вообще мы про бокс Сегодня обещали еще поговорить Ну что друзья Продолжаем Стране о спорте Здесь на телерадиоканале Страна.фм Корреспондент издательского Дома Спортэкспресс Михаил Потап У нас в гостях Миша еще раз Доброе утро Мы как-то за футбол зацепились Может быть продолжим эту тему Почему бы и нет Там такое широкое поле Для обсуждений Мы вот пока без зрителей Без слушателей Говорили по поводу Головина И хотелось у тебя узнать Вот насколько ты Как у него в Монако Вообще на твой взгляд Сложится карьера Получится у него там Или все-таки Он не дотягивает Ну учитывая то Потому что он конечно Классный футболист Без сомнений Я считаю что Вот у него были варианты Были слухи Что он может Прилетти в Челси Были про Ювентус Еще до Челси И вот про Монако Монако Как мне кажется Это лучший вариант Для него Потому что При всем уважении Головину Наверное Чуть-чуть рановато Было бы ему в Челси Переходить Потому что там Все-таки на его позиции Есть ребята Гораздо опытнее И выиграть конкуренцию У того же Канте Невозможно Абсолютно невозможно Пока что Или очень сложно А Монако Это именно то место Где играют молодые ребята Головину 21 год Во-первых Там играют Такие же как он Молодые пацаны И тренер Который этих пацанов Умеет растить Они все время Каждый год Кого-то продают В топ-клубе Вот Лемар Только что в Атлетико Перешел Головину Идеальное место Это Монако Для него То есть Если он раскроется В Монако Дальше у него будет Шанс перейти в любой клуб Европы Включая Челси Ювентус И какой угодно еще Монако Это идеальный трамплин Для молодого парня И поэтому Я только желаю ему удачи Я думаю что у него Должно получиться Ну а если нет То ну ЦСКА всегда его ждут То есть Тоже поличная команда Но Монако Повторюсь Это идеальное место Для Головина Ну и такой хороший Крепкий середнячок В смысле команда Для него как раз Оптимальное место Наверное Середнячок на фоне Топ-клубов А на фоне Просто команд Европы Это тоже топовая команда Она играет в Лиге Чемпионов Из года в год В плей-офф В Лиге Чемпионов И если не в плей-офф То в Лиге Европы Выходит далеко Так что Монако Это не просто середнячок Это на самом деле На уровне Даже европейских команд Это ближе к топу Это такой под топ Это не Барселона Но это команда Вполне может Нагрять в плей-офф В Лиге Чемпионов То есть что в принципе Для молодых игроков Ну идеальное место Ну на самом деле Искренне хочет Чтобы у него все получилось Чего им пожелать А там может быть Два-три года И Ювентас Или что-нибудь еще Подобного плана Слушай, давай перейдем Немножечко к околофутбольной теме Ты наверное понимаешь О чем я говорю Это вот это вот Награждение наших футболистов Да, у президентов И в некоторой Испангамову Наша известная волейболистка Выступила Да, с заявлением Поэтому еще кто-то К ней присоединился Мусерский Да-да-да Ты сам что думаешь По этому поводу Как вообще Это вот правильно Все было сделано Две вещи Я на эту тему думаю Во-первых Я не понимаю Этой шумихи То есть Вручили они Мастеров спорта Сложных И дальше что Вручили То есть Почему так все Из-за этого возбудились Я не понимаю Они завидуют им что-ли Или что Видимо Да, то есть Допустим В правилах написано Что ЗМС Заслуженный мастер спорта Вручается за золотые медали Да, там За чемпионатство мира Или олимпийские Футболисты их не выиграли Но допустим Это правило прописано Но почему Вы от него не отступите Давайте честно говорить Выиграть чемпионат мира по футболу Сборная футболистка Извини пожалуйста Это вот интересная тема Мы ее только начали Да, время у нас сейчас заканчивается Мы прервемся А потом ее уже раскроем полнее Друзья Это Страна о спорте На телерадиоканале Страна ФМ Через 2-3 минуточки Мы снова в эфире дождимся Страна ФМ И Спорт Экспресс Представляют Стране о спорте Лайф И друзья Напомню Михаил Потапов Из издательского дома Спорт Экспресс У нас сегодня в гостях Миша Мы закончили Вот Не закончили А начали разговор Об этом награждении Наших футболистов Да И многие люди выступили Типа А почему Они же не выиграли первое место Они же не чемпион А им дали вот эту званину И так далее Вот В чем там все дело Это вообще Я могу понять Возмущение волейболистов Которые действительно Выиграли олимпиаду В 12-м году Особенно вот Мусерский Гамма была чемпионом мира Я понимаю их возмущение Потому что футболисты Не выиграли ничего А им вручили Но с другой стороны Ребят Ну Давайте честно говорить Футбол Только футбол Может вывести на улицы Москвы и страны Там не знаю 100 тысяч человек То есть волейбол Сколько ты не выиграл Олимпиаду Там нет такого ажиотажа И поэтому Если можно когда-нибудь Делать исключения из правил А их нужно делать Правила для этого и написаны Чтобы иногда были исключения То это тот случай Почему бы и нет То есть футболисты Действительно Для них Выйти в четвертьфинал Обыграв Испанию Пусть и по пенальти Это подвиг Сравнимый Если не больше Чем для олимпийской Для сборной по волейболу Выиграть олимпиаду В сборной волейбола Там конкуренция В виде бразильцев И еще там Пары сборных Не умоляю заслуг Вольтболистов Они красавцы Но Говорить о том Что А вот по закону Не нужно И значит мы не дадим Это все-таки Такое буквоедство Я за то Чтобы правила Иногда нарушать Поэтому я лично Поддерживаю это решение Хотя я говорю Я понимаю Возмущение Потому что Зависть это чувство Которое испытывают все люди Даже те Которые говорят Что у него Его нет Оно у них есть Зависть есть у всех Они может быть Сами даже об этом и не знают Да Просто это Это свойственный человек Слушай Ну кстати Это вот Когда я услышал об этом О том что начало происходить Там с гаммой начинает И так далее У меня кстати Вот это первая мысль Которая пришла Ту которую ты озвучил Вот то что озвучил Я тоже подумал об этом При всем уважении Безусловно К великим спортсменам И к волейболу Как в виду спорта Но Слушайте Но волейбол не соберет Там лужники Да грубо говоря Ну это Разный уровень Не по Ты понимаешь По зрелищности По привлечению людей И так далее По объему По масштабам Вообще Да Я согласен Поэтому Я поддерживаю дискуссию Дискуссия в обществе Это здорово Когда обсуждение За Против Это значит что люди Им не все равно Идет какое-то Какое-то движение Это полезно Но В целом Скандал Ни из-за чего Просто на ровном месте Футболистов поощрили Они этого заслужили Что такое вообще Это корочка Что оно дает Спорт Он ведь не про это Он про титулы Про достижения Про славу Про болельщиков Болельщиков футболистов Очень много Вся страна И поэтому поощрение Они заслужили Хотя они по букве закона Допустим там Не должны были получать Эту корочку Но пускай Их вручат Можно считать Что просто такое Официальное спасибо От страны Вот и все Именно И не более того Так к этому и нужно относиться Поэтому И замечательно Что вручили Опять же Есть какие-то традиции Ну так сложилось просто Да в мире Почему в теннисе Такие большие деньги Ну потому что Блин вот так оно И давно уже Такой призовой фонд Конечно Уимблдон и так далее Слушай По поводу Роналду Мы немножечко начали говорить По поводу перехода В Ювентус Да А зачем У меня такой простой вопрос Хотя я понимаю Интересно На самом деле Официальная версия Как сам Роналду говорит И как все говорят Он просто хочет Нового вызова Он с Реалом Выиграл Все что только Можно и нельзя И по многу раз Он 9 лет там провел Он в Реале Стал 4-жды Лучшим игроком планеты Выиграл 4 лиги чемпионов Там и так далее Ему 33 года У него еще впереди 2-3 года Прекрасной карьеры Учитывая как он в форме находится Он за тобой смотрит Лучше чем Там не знаю Любая фитнес модель Он в полном порядке У него Показатели выше чем у всех Он хочет еще несколько лет Поиграть в футбол На высочайшем уровне И Ювентус Это идеальное место Еще вторая причина Почему он это мог сделать Это конечно Налоговая система Испании Я думаю что Слушатели знают Что у него огромные проблемы С налогами в Испании Ну об этом много говорили И писали вещи Его чуть ли не в тюрьму сажать хотят Он там выплатил Уже им там 15 миллионов долларов И все равно еще Угроза есть Закрытие Так как говорится И он хочет просто Уходить из Испании То есть возможно Об этом не скажет никогда В жизни официально Но мне кажется Что это тоже играет какую-то роль Ювентус Опять же идеальное место Клуб прекрасный Его там любят И он там будет выигрывать Возможно Лигу чемпионов И дальше Что здорово Для Роналду Я за него Персонально переживаю Я думаю что Это отличный выход Для всех И для Реала И для Роналду И для Ивентуса Отличное решение Ну что мы прервемся Наверное прямо сейчас Еще несколько минут Перерыв друзья И программа Страна о спорте продолжится Друзья Страна о спорте Продолжается на телерадиоканале Страна ФМ Михаил Потапов Из издательского дома Спортэкспресс У нас сегодня в гостях Миша Наверное с футболом Уже мне кажется Хорошим Мне кажется Обо всем уже поговорили Что можно И что нельзя Даже вспомнили И чемпионат мира И звезд всех И практически И налоговые проблемы Криштиану Роналду И так далее И прочее Посмотри Мы можем поговорить О Теннисе О Шарапове Или можем поговорить Ну наверное Давай с боксом Все-таки Потому что Много чего там есть Информационных поводов Всяких Например Вот недавно был бой Возможно Самый большой бой Который проходил в России Самый большой В плане титулов Это вот Саша Усик Дрался с Муратом Гассием На той неделе И это был бой За титул Абсолютного чемпиона мира По всем версиям И таких По статусу мероприятий Россия не принимала никогда Пожалуй На моей памяти По крайней мере Усик За которого Кстати в России Болеют Не меньше чем за Гассиева Он сам крымчанин И причем Он хотя и за Украину Дерется По словам Украины Но он такой украинец Который говорит Что Крым это Крым Он не украинский Он не российский Наша страна Это один народ И это очень подкупает В России людей Которые Очень уважают Честных Честных людей Как Усик Например Тимон Крымчанин И вот И бой сам по себе Получился конечно классный Но с другой стороны От Гассиева Конечно ждали большего То есть Он не сумел Ничего противопоставить Усику Но это бокс Усик действительно профессор Усик это Человек который Показывает нечто особенное В ринге По нему попасть Невозможно Это как Мэй Вейзер Только еще более Зрелищный И еще плюс ко всему Для многих россиян Свой человек Абсолютно Поэтому Он сейчас Один из лучших в мире стал С чем мы его поздравляем Это вообще была фантастика А не бой Слушай Ну а впереди У нас в боксе Что Ковалев В Альварес Это когда будет Через буквально Несколько дней В субботу В Нью-Йорке Если я не ошибаюсь Мэдисон Сквейр Гарден Ковалев Который сейчас Чемпион мира В полтяжелом весе И победа над Альваресом Его выведет Возможно на бой С сегодняшним украинцем Гвоздиком И это будет Не менее круто Потому что Гвоздик О нем пока мало известно Но это человек Который По классу И по потенциалу Ничуть не хуже Усика А Ковалев Это лучший Нокаутер В России точно Возможно В пятерке лучших в мире Ковалев бьет так Как не бьет Ни один тяж Возможно Если Ковалев попадает То человек падает Без сознания И даже один человек Умер После его удара К сожалению Рома Симаков Скончался После попадания Ковалева В 2011 году Ковалев это страшная сила И через несколько дней Вот он дерется Это всегда огромный интерес В том числе и в Америке У него огромное количество В Нью-Йорке Это все будет И плюс еще Мы с тобой Вне кадра говорили На Уэмбли В Лондоне На Уэмбли Будет драться Поветкин В сентябре С Энтони Джошуа Для Поветкина Это шанс Завевать титул Чемпион мира Возможно Последний в карьере Кличко же он проиграл Как мы помним 5 лет назад И вот бой с Джошуа Это Последний шанс Потому что Саша Уже 39 В этом году И Джошуа Это огромная машина Просто мышц И конечно Чтобы Саша победил Ему нужно провести Лучший бой в своей жизни У него есть шанс То есть Саша Очень Не такой Как все думают Слабый Он очень сильный боксер Но Нужно будет Конечно Показать нечто особенное Чтобы победить Джошуа Я уж не знаю Получится ли сесть На Уэмбли Надеюсь Но это было бы Это будет бой Которого ждут Не только в России И в Англии Это будет один из самых Крутых боев осени Наряду с боем Альварес Головкина Конечно же Я тебе хочу Прямо этого пожелать Даже из меркантильных целей Потому что потом приедешь Придешь к нам в гости И расскажешь уже Как ты видел все это Своими глазами Вообще ты знаешь Вот мне кажется Все виды спорта Ну практически Можно понять Как это делается И почему они делают Волейбол Футбол Хоккей Хотя тоже силовый вид спорта В хоть степени Достаточно жесткий Но бокс Как можно выстоять После ударов От этих людей Именно таких Вот для меня Это какой-то Физиологический феномен Это даже не тренировки Это просто Либо у тебя есть Челюсть крепкая Либо нет Есть такие боксеры Которые очень сильно бьют Но к сожалению У них слабый То есть подбородок Очень мягкий Попадаешь по нему Человек падает И соперник наверняка Знает вот эти слабые точки Конечно да У Поветкина все в порядке С этим Он может выставить Я реально в это верю Ну что О теннисе поговорим У нас сейчас небольшой перерыв 2-3 минуты Там у нас и Ашарапова есть Кое-что Друзья Вернемся скоро Будьте пожалуйста здесь Друзья А мы тем временем вернулись В стране о спорте У нас сегодня в гостях Корреспондент из Дальского дома Спортэкспресс Михаил Потапов Миш Ну вот договорились Мы уже о футболе поговорили О боксе тоже вроде бы Все уже рассмотрели События которые были И будут происходить В ближайшем времени Давай к теннису наверное поближе Ну и С удовольствием О нашей Ашараповой Конечно хотелось Пару слов от тебя услышать Да Маша Ашарапова Главный ньюсмейкер в теннисе До сих пор Еще несколько лет будет Я имею в виду в российском точно Даже и в мировом возможно А Шарапова У нее проблемы Как все знают Она полтора года не играла В 16-м году До 17-го года Из-за дисклификации За Мельдоней Она возвращалась Вот в теннис И даже были определенные успехи у нее Там она была В четверть фанале Ролан Гарос Но начала это неплохо вроде бы Да А вот в последнее время Она опять конечно пропала Куда-то На Мельдоне проиграла В первом же круге И сейчас Чуть ли не В полную уже голос Говорит о том Что она будет уходить Она уже Все Ничего не выиграет И Возможно Ей просто уже не до тенниса Что я думаю По этому поводу То есть Маша Действительно Не будет уже первой Никогда Маша Время когда она могла Быть первой И вести свой образ жизни Который она ведет А что это такое За образ жизни Это постоянные тусовки Видите ли ее в инстаграм Она то на одном Светском мероприятии То на втором То с Биллом Гейтсом То с каким-нибудь еще Супер мега известным Миллиардером Из штатов Она вот за всем за этим В 30 лет 31 год Уже не может Выигрывать постоянно То есть Маша К сожалению О ней Можно забыть Какая тенниситика Которая будет первой Но Шарапов По-прежнему способна На то Чтобы Несколько турниров Или один турнир Какой-нибудь огромный Типа US Open Который будет Через несколько недель Чтобы на нем Выстрелить То есть Я по-прежнему верю Что Шарапова Способна на какой-то Один Прекрасный турнир И я бы не списывал Ее со счетов По-непобед На турниры Большого шлема То есть На US Open Если она подготовится А это огромный вопрос К Мэмблдону Она не готовилась Она Снялась со всех Турниров на траве Не играла И приехала на Мэмблдон Разобранный Раньше Она в этом состоянии После тусовок Могла выиграть Мэмблдон Сейчас она уже не может Нужно выбирать Между этим Или теннисом Вот Но если она будет готовиться К чему-то конкретному Она может выиграть Как допустим Выиграл Джокович Джокович не выигрывал Там полгода Практически ничего вообще А Мэмблдон Он выиграл Маша из тех людей Которые знают Как побеждать И я верю Что у нее еще осталось В пороховницах Или как сказать Порох Порох в пороховницах Дальше продолжать не будем Да Да Вот И поэтому я верю В то Что Маша выиграет Еще хотя бы Один турнир Большого шлема А без этого Наш теннис На самом деле Ведь Огромные проблемы Давайте вспомним 2006 год Когда В десятке У мужчин было Трое человек Там Южный Сафин и Довуденко У девушек Чуть ли не пятеро И Кубок Кремля Был полный стадион Сейчас этого нет Сейчас Теннис в России Находится Прям Ну В настоящем упадке Реально В упадке Миша извини Перебью тебя У нас буквально минута Остается даже 50 секунд Быстренько ответим Ты говоришь Не подготовилась Не поехала Снялась Вообще Спортсмен В ее статусе В теннисе Насколько самостоятельно Принимает решение Есть же огромное количество Тренеров Менеджмента И так далее И прочих администраторов Конкретно в ее статусе В статусе Суперзвезды Как она Как Сирена Уильямс Она лишает сама Все Она снимается с турнира Платит штраф И все равно на этот штраф Она может не поехать На какой-нибудь турнир К категории премьер Звладеть там штраф 10 тысяч долларов И даже не заметить Слушай Ну есть такой вариант Что может быть Мы не знаем Что у нее в голове Может быть она сама Себе уже сказал Маше Да все хорош Я вот все что хотел Я в принципе сделаю И дальше я не пойду Она любит теннис Она еще поиграет Пока она играет Она значит еще хочет Как только она не хочет Она не будет играть Если Маша на корте Она этого хочет Слушай Ну а мы все что хотели С тобой сегодня сделали Футбол прошли Бокс прошли И вот на теннисе закончили Друзья Михаил Потап Корреспондент из Дательского дома Спортэкспресс Был у нас в гостях Миша Спасибо большое Прикоди Спасибо вам Друзья вам тоже спасибо До встречи Пока